Постарайтесь максимально слушать их, выполнять задания. Всем желаю получать отличного настроения и повторять на дальнейшие занятия. Этим мальчишкам и девчонкам 50-й школы сегодня, можно сказать, повезло. На уроке физкультуры играет футбол, да еще и под руководством профессиональных спортсменов Динамо Барнаул, которые в определенном смысле завидуют нынешним школьникам. У нас ничего такого вообще не было. У нас кроме волейбола, грубо говоря, ничего не было, а в футболе только мечтать можно было. Футбол в школе – проект Российского футбольного союза. Его цель – привлечь как можно больше детей к самому популярному в мире виду спорта. В край на сегодняшний день в нем участвуют 56 образовательных учреждений. В этих школах появились дополнительные уроки футбола или были созданы специальные секции. По проекту учителям оказывают методическую помощь, то есть разъясняют, как давать язык футбола. А школы обеспечивают необходимым спортивным инвентарем. За год реализации проекта его кураторы признают, что пока остаются недоработки, но их стремятся устранить. Я как региональный куратор постоянно связи с ними, стараюсь подсказывать, организовать, даже мастер-класс какой-то. Вот это на начальном этапе мы не сразу, так скажем, включили. Сейчас больше, то есть уже на это упор делаем, стараемся приглашать, чтобы работали с детьми. Подобные мастер-классы провели и в отдаленных уголках края, к примеру, в Горняке и Бурлинском районе. И везде школьники под впечатлением. Сегодня были футболисты из клуба «Динамо Барнаула». Хотел бы играть за этот клуб? Да. В будущем, говорят кураторы проекта, он поможет уже со школьной скамьи взращивать новых звезд футбола. Так, в планах на два ближайших года включить в число участников проекта еще 16 алтайских школ. От Заринска до Славгорода. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.